Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии будет создан инвестиционный портал. Вопрос его создания с учетом использования современных цифровых решений компании экосистемы Сбера обсудили на состоявшейся рабочей встрече премьер-министра Республики Мурата Аргунова с управляющим Карачаево-Черкесским отделением Сбера Зауром Джазовым. Портал предоставит возможность инвесторам в режиме реального времени видеть актуальные предложения и объекты для инвестирования. Помимо этого, Заур Джазов рассказал о ходе реализации аналитической цифровой платформы «Навигатор» для мониторинга финансового и социально-экономического развития Карачаева-Черкесии, а также о возможностях дочерней организации Сбера B.Zone для обеспечения дополнительной информационной безопасности. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств, потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но не реализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 млн. рублей. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий. И, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Жителям Республики доступна новая образовательная онлайн-платформа про знания КЧР. Этот ресурс позволит всем желающим, не выходя из дома, получить новую специальность, комментирует информацию советник министра по делам молодежи Республики Расим Попшов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Карачаево-Черкесия в этом году включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда», поставив цель к 2024 году вовлечь в его реализацию 13 компаний и обучить инструментам бережливого производства 280 работников предприятий и региональных команд. Первой в Республике работу по повышению производительности труда начала ферма «Сатурн». Карачаево-Черкесия вошла в топ регионов-лидеров по производству тепличных овощей. С начала года в теплицах сельскохозяйственных организаций КФХ Республики собрано более 21 тысячи тонн овощей, в том числе почти 14 тысяч тонн огурцов, около 7 тысяч тонн томатов и 574 тонны баклажанов. Больше всего овощей выращивают в республиках Татарстан и Карачаево-Черкесии, а также Ставропольском и Краснодарском краях. В Республиканской столице в рамках муниципальной программы «Благоустроенный Черкеск» приступили к реализации программы по ремонту городских дворов. В числе запланированных мероприятий – ремонт проездов и тротуаров, обустройство детских площадок, парковок, установка освещения, лава, чекурн и многое другое. Эскизы благоустройства дворов, как и предыдущие годы, обсуждались с жильцами многоквартирных домов, только после этого утверждались дизайн-проекты. Мэр города Алексей Баскаев взял под личный контроль ход работ по благоустройству придомовых территорий, попросил и жителей многоквартирных домов следить за тем, как подрядная организация выполняет свои обязательства. Карачаево-Черкесия в самом сердце России. В течение недели в поездах и на станциях всех веток столичного метро будет транслироваться видеоролик о нашей республике. Живописные места и достопримечательности, исторические памятники и крупнейший астрономический центр наземных наблюдений объекта Вселенной – Сауран – все это могут за полторы минуты увидеть гости и жители столицы на экранах московского метрополитена. Проект реализуется в рамках мероприятий, проводимых постоянным представительством в Москве в рамках празднования столетия Карачаево-Черкесии. С учетом колоссального ежедневного потока пассажиров в московской подземке, с нашим регионом за семь дней познакомятся более пяти миллионов человек. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет, имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. «Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности». Студенты профильных специальностей и сотрудники Министерства цифрового развития Карачаево-Черкесии пройдут практику и обучение в лаборатории Касперского. Это международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз. Эти и другие договоренности достигнуты представителями Министерства цифрового развития республики на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2022», крупнейшей в России конференции, посвященной вопросам развития цифровой экономики и цифровой трансформации промышленности. К началу сезона летнего отдыха энергетики Карачаево-Черкесии взяли под особый контроль работу энергообъектов, задействованных в электроснабжении курортно-туристических зон республики. Чтобы обеспечить гостям всесезонного курорта Архэс комфортный отдых, энергетики построили и реконструировали около пяти километров распределительных сетей, смонтировали две новые трансформаторные подстанции и установили два распределительных шкафа. Важной частью технических мероприятий на участке стал капитальный ремонт линии электропередачи «Зеленчук-Буково», а также проводимая работа по замене в рамках технического обслуживания 11 изоляторов. Кроме того, создано резервное электроснабжение основных инфраструктурных объектов курортного поселка Дамбай. В Прикубанском районе выполнили план по вакцинации от коронавируса на 100%. Здесь привились 17 290 человек, что составляет 100% от плана по иммунизации. Выполнен также на 100% план по вакцинации лиц старше 60 лет. От COVID-19 привились 3 337 жителей Прикубанского района старшего возраста. С 1 сентября этого года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии расскажет исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется дачная амнистия 2.0. Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра. Направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке. Но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая срочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября этого года. Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами, об этом расскажет заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаева-Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение, принести в офис, либо направить через личный кабинет, на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик – кредитные каникулы или структуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов – это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для ипотечных в Карачаево-Черкесии – это 3 миллиона рублей, для автокредитов – 700 тысяч рублей и для кредитных карт – 100 тысяч рублей. В Кисловодске прошел арт-семинар «Мир Карачаево-Балкарского героического эпоса «Нарты», в котором приняли участие более 60 ученых, нартоведов, историков, археологов, этнографов и художников из Москвы, Ставрополя, Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Мероприятие организовано в целях изучения влияния нартского эпоса на культуру народа. Доктор исторических наук, член Международного центра изучения древних тканей «Звезда на ДД» рассказала участникам семинара об одежде населения Северного Кавказа и археологических параллелях с сюжетами нартского эпоса. Кавказский человек, он путешественник, да, и поэтому ему полагается шуба или бурка, большая шапка. И, как ни странно, в погребениях можно найти именно вот такие шубы, сделанные из разного меха, ну, в частности, например, из овчины. Или мы знаем, что в погребениях холщовые ткани, они были сделаны из растительных волокон и прежде всего из конопри. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, гроза в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. В горах местами 14-19 градусов тепла. В южных районах местами высокая пожароопасность 4 класс. Столбик термометра поднимется до 28 градусов. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкеско-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.